Там написано «Я очень жду папу из плена». Он военный и он капитан Насгвардии. Семилетняя Злата из Мариуполя. Сейчас с матерью живет в Запорожье. Ее папа – защитник Азовстали. В плену моего мужа. Он попал туда 20 мая, когда весь гарнизон Мариуполя уходил из Азовстали. Больше мы о нем ничего не знаем. 26 мая мне позвонили из Женевы, из Красного Креста и сказали, что он находится под стражей. 16 по 20 мая из Азовстали вышли в общей сложности 2500 защитников и защитниц Мариуполя. Всех их российская сторона перевезла на оккупированную территорию, в колонию в Еленовке, что недалеко от Донецка. Там им обещали достойное обращение. В это верила и жена пленного бойца Азова Алина. Я понимала, что пребывание там, у них закончилась еда, у них закончились лекарства. Я понимала, что если нет другого способа спастись, то, вероятно, так и нужно было сделать. Мы надеялись на поддержку, нормальную работу служб, которые обещали, что с ними все будет хорошо. В ночь на 29 июля россияне устроили над украинскими бойцами страшную расправу. Взорвали один из бараков с военнопленными. По данным Российской Федерации, 53 человека погибли, десятки получили ранения. 24-летний Олег решил продемонстрировать это и то, как бессильны оказались гарантии международных организаций. Красный Крест – это те, кто говорил, что будут защищать. И обещали какую-то поддержку бойцам Азовстали. И то, что не вернутся домой живыми. И итог – никто никуда не вернулся. Они были убиты безжалостно. Вместе с пленными бойцами в Зеленовке россияне содержат гражданских и медиков. Там находится и родственник Днепрянки Екатерины. Связи с ним нет уже четвертый месяц. Сейчас он находится в плену вместе с другими медиками, вместе с другими военнослужащими, собратьями. И пока мы не знаем о его судьбе, как с ним обращаются. Ведь по всем правилам войны медиков должны отпускать. С 17 мая в плену в Зеленовке и муж организатора акции Александры. Женщина прячет лицо, потому что получает угрозы от россиян. Мы просто хотим, чтобы мир видел, что нет никаких гарантий, чтобы обеспечить жизнь наших ребят. Мы видим, что наша власть делает все или даже больше. Но сейчас призываем международные организации, это Красный Крест и ООН, чтобы они включились. Ярослав Шейко, София Багутская. Специально для Марафона Фридом. На канале Юэй.